Итак, здравствуйте, дорогие подписчики, гости и, как я уже говорил, просто любознатые люди, которые считают, что им интересно зайти и послушать какие-то книги, литературу и дополнить свою аудиобиблиотеку. Я, как вы знаете, не читая просто МПТР-книгу, веду такое неформальное домашнее прочтение книги, которое позволяет писать множество комментариев, желательно с обратной связью, поэтому это не совсем МПТР-книга. И, как я и обещал, у меня уже достаточно много прочитано произведения Эрих Мария Ремарка, и сегодня я решил начать его не у себя последний, а его, Эрих Мария Ремарка, последний роман «Земля обетованная». И тут такая маленькая аннотация к нему. Я думаю, что, наверное, надо все-таки с аннотацией тоже ознакомить. Последний роман Эрих Мария Ремарка, возможно, самый крупный, возможно, самый сильный и, возможно, самый трагичный. Это в аннотации, поэтому не мое мнение. У каждого, кто является почитателем творчества Ремарка, есть свой любимый роман, но вот эта вот аннотация к этому. Я с этим романом еще не знаком, поэтому буду знакомиться вместе с вами. В этом романе судьба немецких иммигрантов в Америке. Они бежали от фашизма, используя же все возможные и невозможные способы и средства, бежали к последнему бастиону свободы и независимости. Однако Америка почему-то не спешит встретить их с распростертыми объятиями. Беглеца ждет благопристойное, даже любное равнодушие обитателей страны, давно забывшие, что такое войны и тоталитарный режим. И каждому из иммигрантов предстоит заново строить жизнь там, где им предлагают только одно – рассчитывать исключительно на себя. Почему именно сейчас я хочу познакомиться с этим романом? Наверное, сегодня в мире сложилась такая ситуация, что иммигрантов из-за бесконечных войн и не только близкой войны, рядом с вами, Россией войны, но и вообще войн по всему миру, количество иммигрантов просто зашкаливает. Люди оставляют насиженные места, бросают дома, родину, знакомых, людей, близких и переезжают в другие страны, не имея ничего под собой. То есть на пустое место начинают жить заново. Это сложный период, я сам знаю по себе, когда я переезжал когда-то в Лондон. Это сложная история. Не каждому дано пережить ее нормально, не каждому дано пройти все это. И я не уезжал от войны, я просто уезжал. А вот люди, покидающиеся из-за войн – это отдельная история. И, конечно, я так думаю, их никто нигде не ждет. Вообще мигрантов никто нигде не ждет. И пережить, пройти все это и выйти с чистым сердцем, с любовью ко всему окружающему, к людям, к себе и вообще к миру – это достойно. Не буду затягивать. Итак, Эрих Мария Ремарк «Земля обетованная». Глава первая. Третью неделю я смотрел на этот город. Он лежал передо мной, как на ладони. И словно на другой планете, всего лишь в нескольких километрах от меня, отделенный узким рукавом морского залива, который и я, пожалуй, мог бы и переплыть, и все же недосягаемый и недоступный, будто окруженный армадой танков. Он был защищен самыми надежными бастионами, какие изобрело двадцатое столетие. Перепостными стенами, бумаг, паспортных предписаний и бесчеловечных законов непрошибаемо бездушной бюрократии. Я был на острове Элис. Было лето 1944 года, и передо мной лежал город Нью-Йорк. Из всех лагерей для интернированных лиц, какие, а мне доводилось видеть, остров Элис был самым гуманным. Тут никого не били, не пытали, не истязали до смерти непосильной работой и не травили в газовых камерах. И здешним обитателям даже представлялось хорошее питание, причем бесплатное. И постели, в которых разрешалось спать. Повсюду, правда, торчали часовые, но они были почти любезны. На острове Элис содержались прибывшие в Америку иностранцы, чьи бумаги либо внушали подозрения, либо просто были не в порядке. Дело в том, что одной только въездной визы, выданной американским фольстом, в европейской стране для Америки было недостаточно. При выезде в страну следовало еще раз пройти проверку Нью-Йоркского иммиграционного бюро и получить разрешение. Только тогда тебя выпускали. Либо, наоборот, объявляли нежелательным лицом и с первым же кораблем высылали обратно. Впрочем, с отправкой обратно все давно уже обстояло совсем не так просто, как раньше. В Европе шла война. Америка тоже увязла в этой войне по уши. Немецкие подлодки рыскали по всей Атлантике, так что пассажирские суда к европейским портам назначения отплывали отсюда крайне редко. Для иных бедолаг, которым было отказано во въезде, это означало пусть крохотное, но счастье. Они давно уже, привыкшие исчислять свою жизнь только днями и неделями, обретали надежду еще хоть какое-то время побыть на острове Лис. Впрочем, вокруг ходило слишком много всяких прочих слухов, чтобы тешить себя такой надеждой. Слухов о битком набитых евреями кораблях-призраках, которые месяцами борозили океан, и которым, куда бы они ни приплыли, нигде не дают причалить. Некоторые из иммигрантов уверяли, будто своими глазами видели, кто на подходе к Кубе, кто возле портов Южной Америки, эти толпы отчаявшихся, молящих о спасении, теснящихся к поручням людей на заброшенных кораблях перед входом в закрытые для них гавани. Этих горестных летучих голландцев в наших дней, уставших удирать от вражеских подлодок и людского жестокосердия перевозчиков живых мертвецов и проклятых душ, чья единственная вина заключалась ли в том, что они люди и жаждут о жизни. Разумеется, не обходилось и без нервных сырьев. Странным образом, здесь, на острове Элис, они случались даже чаще, чем во французских лагерях, когда немецкие войска и гестапо стояли совсем рядом, в нескольких километрах. Вероятно, во Франции эта сопротивляемость собственным нервам была какая-то как-то связана с умением человека приспосабливаться к смертельной опасности. Там дыхание смерти ощущалось столь явно, что должно быть заставляло человека держать себя в руках. Зато здесь люди, только-только расслабившиеся при виде столь близкого спасения спустя короткое время, когда спасение вдруг начинало снова от них ускользать, теряли самообладание начисто. Впрочем, в отличие от Франции, на острове Элис не случалось самоубийство. Наверное, все-таки еще слишком сильна была в людях надежда, пусть и пронизанное отчаяние. Зато первый же невинный за допросу самого безобидного инспектора мог повлечь за собой истерику. Недоверчивость и бдительность, накопленные за годы изгнания, на мгновение давали трещину, и после этого вспышка нового недоверия, мысль, что ты совершил непоправимую ошибку, повергла человека в панику. Обычно у мужчин нервные срывы случались чаще, чем у женщин. Город, лежавший столь близко и при этом столь недоступный, становился чем-то вроде морока. Он мучил, манил, издевался, все суля и ничего не исполняя. То окруженный стойками колючковатых облаков и сиплыми буттарев стальных и леозавров гудками кораблей, он представлял громадным расплывчатым чудищем. То глубокой ночью, ощетинившись сотни башен бесшумного и призрачного Вавилона, превращался в белый и неприступный лунный ландшафт. А то, поздним вечером, утопая в буране искусственных огней, становился искрометным ковром, распростертым от горизонта до горизонта чуждым и ошеломляющим после непроглядных военных ночей Европы. Об эту пору многие беженцы в спальном зале вставали, возбужденные всхлипами и вскриками, стонами и хрипом своих беспокойных соседей, тех, кого все еще преследовали во сне гестаповцы, жандармы и головорезы эсэсовцы. Избиваясь темные людские горстки, тихо переговаривались или молча, вперев горящий взгляд в зыбкое марево на том берегу, во слепительную световую панораму земли обетованной Америки застывали возле окон, объединенные немым братством чувств, которые сводят людей только горе, счастье же? Никогда. У меня был немецкий паспорт, годный еще на целых четыре месяца. Это почти подлинный документ был выдан на имя Людвига Зомбера. Я унаследовал его от друга, умершего два года назад в Бордо. Поскольку указанные в паспорте внешние приметы рост, цвет волос и глаз совпадали, некто Бауэр, лучший в Мерселе специалист по поделке документам, а в прошлом профессор математики, посоветовал мне фамилию и имя в паспорте не менять. И хотя среди тамошних иммигрантов было несколько отличных литографов, сумевших уже ни одному беспаспортному беженцу выправить вполне сносные бумаги, я все-таки предпочел последовать совету Бауэра и отказаться от собственного имени, тем более, что от него все равно уже не было почти никакого толку. Наоборот, это имя значилось в списках гестапо, посему испариться ему было свое время. Так что паспорт у меня имелся почти подлинный, зато фото и я сам малость фальшивили. Умерец Бауэр растолковал мне выгоды моего положения. Сильно подделанный паспорт, как бы замечательно он не был сработан, годен только на случай беглой и небрежной проверки. Всякой сколько-нибудь дельной криминалистической экспертизе он противостоять не в силах и неминуемо выдаст все свои тайны. Тюрьма, депортация, если на что похуже, мне в этом случае обеспечены. А вот проверка подлинного паспорта при фальшивом обладателе – история куда более длинная и хлопотная. По идее следует направить запрос по месту выдачи, но сейчас, когда идет война, об этом и речи быть не может. В Германии нет никаких связей. Все знатоки решительно советуют менять не паспорта, а личность. Подлинность чемпелей стала проверять легче, чем подлинность имен. Единственное, что в моем паспорте не сходилось, так это вероисповедание. У Зомера оно было иудейское, у меня нет. Но Бауэр посчитал, что сие несущественно. Если немцы вас схватят, вы просто выбросите паспорт, учил он меня. Поскольку вы не обрезаны, то, глядишь, как-нибудь вывернетесь и не сразу угодите в газовую камеру. Зато пока вы от немцев убегаете, то то, что вы евреи, вам даже на пользу. А невежество, по части обычаев, объясняйте тем, что ваш отец и сам был вольнодумцем. А вас так воспитал. Бауэр через три месяца схватили. Роберт Хирш, вооружившись бумагами испанского консула, попытался вызволить его из тюрьмы, но опоздал. Накануне вечером Бауэр с эшелоном отправили в Германию. На острове Элис я повстречал двух эмигрантов, которых мельком знал и прежде. Случалось нам несколько раз повидаться на страстном пути. Так назывался один из этапов маршрута, по которому беженцы спасались от гитлеровского режима. Через Голландию, Бельгию и Северную Францию маршрут вел в Париж и там разделялся. Из Парижа одна линия вела через Лион к побережью Средиземного моря, вторая, проскочив в Бордоу-Марсель и перевалив Пиренею, убегала в Испанию, в Портыгалию и утыкалась в Лиссабонский порт. Вот этот-то маршрут и окрестили страстным путем. Тем, кто им следовал, приходилось спасаться не только от гестапо. Надо было еще не угодить в лапы местным жандармам. У большинства ведь не было ни паспортов, ни тем более виз. Если такие попадали с жандармом, их арестовывали, приговаривали к тюремному заключению и выдворяли из стороны. Впрочем, во многих странах у властей хватало гуманности доставлять их, по крайней мере, не к немецкой границе, иначе бы они не виновны, погли бы в концлагерях. Поскольку очень немногие из беженцев имели возможность взять с собой в дорогу пригодный паспорт, едва ли не все были обречены почти беспрерывно скитаться и прятаться от властей. Ведь без документов они не могли получить никакой легальной работы. Большинство страдали от голода, нищеты и одиночества. Вот они и назвали дорогую своих скитаний страстным путем. Их остановками на этом пути были главпочтампы в городах и стены вдоль дорог. На главпочтампах они надеялись получить корреспонденцию от родных и друзей. Стены домов и оград вдоль шоссе служили им газетами. Мелом и углем запечатлевались на них имена потерявшиеся и искавших друг друга, предостережения, наставления, вопли в пустоту, все эти горькие приметы эпохи людского равнодушия, за которой вскоре последовала эпоха бесчеловечности, то бишь война, когда по обе стороны фронта гестаповцы и жандармы нередко делали одно общее дело. Одного из этих эмигрантов, увиденных на острове Лис, я, помнится, встретил на швейцарской границе, когда в течение одной ночи таможенники четыре раза отправляли нас во Францию, а там французские пограничники ловили нас и гнали обратно. Холод был жуткий, в конце концов мы с Рабиновичем кое-как уговорили швейцарцев посадить нас в тюрьму. В швейцарских тюрьмах топили, для беженцев это был просто рай, мы с превеликой радостью привели бы там всю зиму, но швейцарцы, к сожалению, очень практичны. Они быстренько взбаклили нас через Тессин в Италию, где мы и расстались. У обоих этих эмигрантов было в Америке родственники, которые дали за них финансовое ручательство, поэтому уже через несколько дней их выпустили с острова Лиз. На прощание Рабинович пообещал мне поискать в Нью-Йорке общих знакомых, товарищей по эмигрантскому несчастью. Я не придал его словам никакого значения, обычное обещание, о котором забываешь при первых же шагах на свободе. Несчастным, однако, я себя здесь не чувствовал. За несколько лет до того в Барусельском музее я научился часами сидеть в неподвижности, сохраняя каменную невозмутимость. Я погружался в абсолютно безумное, бездумное состояние, ограничившее с полной трешенностью. Глядя на себя, как бы со стороны, я впадал в тихий транс, который смягчил неослабленную судорогу долгого ожидания. В этой странной, шизофренической иллюзии мне под конец даже начинало чудиться, что это жду вовсе не я, а кто-то другой. И тогда одиночество и теснота крошечной кладовки без света уже казались непереносимыми. В эту кладовку меня спрятал директор музея, когда гестаповцы в ходе очередной облавы на иммигрантов прочесывали весь Брюссель квартал за кварталом. Мы с директором виделись считанные секунды, только утром и вечером. Утром он приносил мне что-нибудь поесть, а вечером, когда музей закрывался, он меня выпускал. В течение дня кладовка была заперта, ключ был только у директора. Конечно, когда кто-то шел по коридору, мне нельзя было кашлять, чихать и громко шевелиться. Это было нетрудно, но щекотка страха, донимавшая меня поначалу, легко могла перейти в панический ужас при приближении действительно серьезной опасности. Вот почему в деле накопления психической устойчивости я на первых порах зашел, пожалуй, даже дальше, чем нужно, строго-настрого запретив себе смотреть на часы. Так что иной раз, особенно воскресеньем, когда директор ко мне не приходил, вообще не знал, день сейчас или ночь. К счастью, у меня хватило уже ума вовремя отказаться от этой затеи. В противном случае я неминуемо утратил бы последние остатки душевного равновесия и вплотную приблизился бы к той трясине, из-за которой начинается полная утрата собственной личности. А я и так от нее никогда особо не удалялся и удерживала меня вовсе невера в жизнь, надежда на отмщение. Вот что меня спасало. Неделю спустя со мной вдруг заговорил тощий по покойницкого вида господин, смахивающий на одного из тех адвокатов, что стаем и ненасытного вранья окружили по нашему просторному дневному залу. При себе он имел плоский чемоданчик-дипломат, зеленый крокодиловой кожей. Вы, случайно, не Людвиг Зоммар. Я недоверчивого критила незнакомца, говорил он по-немецки. А вам-то что? Вы не знаете, Людвиг Зоммар, вы или кто-то еще, перепросил он и хохотнул своим коротким каркающим смехом. Поразительно белые крупные зубы плохо вязались с его серым помятым лицом. Я тем временем не успел прикинуть, что особых причин утаивать свое имя. У меня вроде бы и нет. Это-то я знаю, отозвался я. Только вам зачем это знать? Незнакомец несколько раз сморгнул, как сова. Я по поручению Роберта Хирша, объявил он, наконец. Я изумленно скинул глаза. От Хирша? Роберта Хирша? Незнакомец кивнул. От кого же еще? Роберт Хирш умер, сказал я. Теперь уже незнакомец глял на меня озадаченно. Роберт Хирш в Нью-Йорке, завел он. Не далее, как два часа назад я с ним беседовал. Я тряхнул головой. Исключено. Тут какая-то ошибка. Роберта Хирша расстреляли в Марселе. Глупости. Это Хирш послал меня сюда помочь вам выбраться с острова. Я ему не верил. Я чувствовал, что тут какая-то ловушка, подстроенная инспекторами. Откуда бы ему узнать, что я вообще здесь? Спросил я. Человек, представившийся Робиновичем, позвонил ему и сказал, что вы здесь. Незнакомец достал с кармана визитную карточку. Я Левин из Левина и Отсона, адвокатская контора. Мы оба адвокаты. Надеюсь, этого вам достаточно? Вы чертовски недоверчивы. С чего вы вдруг нечто столько всего скрываете? Хух, я перевел дух. Теперь я ему поверил. Всему Марселю было известно, что Роберта Хирша расстреляли в гестапо, повторил я. А думаешь, Марсель? Предзерительно хмыкнул Левин. Мы тут в Америке. В самом деле, я выразительно оглядел наш огромный дневной зал с его решетками на окнах и иммигрантами вдоль стены. Левин снова издал свой каркающий смешок. Но пока еще не совсем. Как вижу, чувства юмора вы еще не утратили. Господин Хирш успел кое-что о вас порассказать. Вы ведь были и вместе с ним в лагере для интернированных во Франции, это так? Я кивнул. Я все еще не мог толком прийти в себя. Роберт Хирш жив. Вертелся у меня в голове. И он в Нью-Йорке. Так? Нетерпел переспросил Левин. Я снова кивнул. Вообще-то это было так только наполовину. Хирш пробыл в том лагере не больше часа. Он приехал туда, переодевшись в форму офицера СС, чтобы потребовать от французского коменданта выдать ему двух немецких политэмигрантов, которых разыскивал гестапо. И вдруг увидел меня, он не знал, что я в лагере. Глазом не моргнув, Хирш тут же потребовал и моей выдачи. Комендант, угливый майор-резервист, давно уже сытый всем по горло, перечить не стал, но настоял на том, чтобы ему оставили официальный акт передачи. Хирш ему такой акт дал. Он всегда имел при себе уймы самых разных бланков, подлинных и фальшивых. Потом отсолютовал гитлеровский Мхайен, затолкал нас в машину и был таков. Обоих политиков год спустя взялись снова. Они в Бордо угодили в гестапо-западню. Да, это так, сказал я. Могу я взглянуть на бумаги, который вам дал Хирш. Левин секунду поколебался. Да, конечно, только зачем вам? Я не ответил. Я хотел убедиться, совпадает ли то, что написал обо мне Роберт с тем, что сообщил о себе инспекторам я. Я внимательно прочел листок и вернул его Левину. Все так? Спросил он снова. Как? Ответил я и огляделся. Как же мгновенно все вокруг изменилось. Я больше не один. Роберт Хирш жив. До меня вдруг долетел голос, который я считал умолкнувшим навсегда. Теперь все по-другому. И ничто еще не потеряно. Сколько у вас денег, поинтересовался адвокат? 150 долларов, осторожно ответил я. Ревин покачал свои лысины. Маловато даже для самой короткосрочной транзитной гостевой визы, чтобы проехать в Мексику или Канаду. Но ничего, это еще можно уладить. Вы чего-то не понимаете? Не понимаю. Зачем мне в Канаду или в Мексику? Левин снова оскладил свои лошадиные зубы. Совершенно незачем, господин Зон. Главное для начала переправить вас в Нью-Йорк. Короткосрочную транзитную визу запросить легче всего. А уж оказавшись в стране, вы ведь можете и заболеть. Да так, что не в силах будете продолжить путешествие. И придется подавать запрос на продление визы. А потом еще и еще. Ситуация может измениться. Ногу в дверь просунуть. Вот что пока мне самое главное. Теперь. Понимаете? Да. Мимо нас с громким плачем прошла женщина. Левин извлек из кармана очки в черной роговой обдраве и посмотрел ей след. Не слишком-то весело тут торчать, верно? Я передернул плечами. Могло быть хуже. Хуже? Это как же? А много хуже, пояснил я. Можно, живя здесь, умирать от рака желудка. Ну или, к примеру, остров Элис мог бы оказаться в Германии. И тогда вашего отца у вас на глазах приколачили бы к полу гвоздями, чтобы заставить вас признаться. Левин посмотрел на меня в упор. Чертовски своеобразная у вас фантазия. Я покачал головой, потом сказал. Нет. Просто чертовски своеобразный опыт. Адвокат достал огромный пестрый носовой платок и оглушительно высморкался. Потом аккуратно сложил платок и сунул обратно в карман. Сколько вам лет? Тридцать два. И сколько из них вы уже в бегах? Пять лет скоро. Это было не так. Я-то скитался значительно дольше. Но Людвиг Зомер, почему паспорт, я жил только с тридцать девятого года. Еврей? Я кивнул. А внешность не сказать, чтобы особенно еврейская, заметил Левин. Возможно, но вам не кажется, что у Гитлера, Геббельса, Гиммлера и Гесса тоже не особенно арийская внешность? Левин опять издал свой короткий каркающий смешок. Чего нет, того нет. Да мне и безразлично. К тому же, с какой стати человека выдавать себя за еврея, раз он не еврей, особенно в наше то время? А? Верно? Может быть. В немецком концлагере были? Да, неохотно вспомнил я. Четыре месяца. Документы какие-нибудь есть оттуда? Спросил Левин, и в его голосе мне послышал нечто вроде алчности. Не было никаких документов. Меня просто выпустили, а потом я сбежал. Жаль, сейчас бы они были бы очень пригодились. Я взглянул на Левина. Я понимал его, и все же что-то во мне противлось той ладкости, с которой он переводил все это в бизнес. Лишка мерзко и жутко это было. До того жутко и мерзко, что я сам с превеликим трудом сумел с этим совладать. Не забыть, нет, но именно совладать, переплавить и прогрузить себя, покуда оно без надобности. Без надобности здесь, на острове Элис, но не в Германии. Левин открыл свой чемоданчик и достал оттуда несколько листков. Тут у меня еще какие-то бумаги. Господин Хирж дал мне с собой показания и заявления людей, которые вас знают. Все уже нотариально заверено. Моим партнерам Уотсоном удобство ради. Может, и на них хотите взглянуть? Я покачал головой. Показания эти я знал еще с Парижа. Роберт Хирж в таких делах был дока. Не хотел я сейчас на них смотреть. Странным образом мне почему-то казалось, что при всех удачах сегодняшнего дня я должен кое-что представить самой судьбе. Любой иммигрант сразу понял бы меня. Тот, кто всегда вынужден ставить на один шанс из ста, как раз по этой причине никогда не станет преграждать дорогу обыкновенной удачи. Вряд ли имело смысл пытаться растолкать все это Левин. Адвокат принялся удовлетворенно засовывать бумаги обратно. Теперь нам надо отыскать кого-нибудь, кто готов поручиться, что за время вашего пребывания в Америке вы не обремените государственную казну. У вас есть тут незнакомые? Знакомые? Нет. Тогда, может, Роберт Хирж кого-нибудь знает? Понятия не имею. Уж кто-нибудь найдется, сказал Левин со странной уверенностью. Роберт в этих делах очень надежен. Где вы собираетесь жить в Нью-Йорке? Господин Хирж предлагает вам гостиницу «Мираж». Он сам там жил раньше. Несколько секунд я молчал, а затем вымыл. Господин Левин, уже не хотите ли вы сказать, что я и вправду наберусь, выберусь отсюда? А почему нет? Иначе зачем я здесь? Вы и правда в это верите? Конечно. А вы нет? На мгновение я закрыл глаза. И верю, сказал я. Я тоже верю. Ну и прекрасно. Главное не терять надежду. Или иммигранты думают иначе? Я покачал головой. Вот видите. Не терять надежду – это старый, испытанный американский принцип. Вы меня поняли? Я кивнул. У меня не было ни малейшего желания объяснять этому невинному детяти легитимного права, сколько губительной но раз бывает надежда. Она пожирает все ресурсы ослабленного сердца, его способных к сопротивлению, как неточные удары боксера, который безнадежно проигрывает. На моей памяти обманутые надежды погубили гораздо больше людей, чем людская покорность судьбе, когда ежиком свернувшаяся душа все силы сосредотачивает на том, чтобы выжить. И ни для чего больше в ней просто не остается места. Левин закрыл и запер свой чемоданчик. Все эти вещи я сейчас вручу инспекторам для приобщения к делу. И через несколько дней приду снова. Выше голову. Все у нас получится. Он принюхался. Как же здесь пахнет? Как в плохо продезинфицированной больнице. Пахнет бедностью, бюрократией и отчаянием, сказал я. Левин снял очки и потер усталые глаза. Отчаянием, спросил он не без иронии. У него тоже бывает запах. О, счастливый вы человек, коли этого не знаете, проронил я. Не больно-то возвышенное у вас представление о счастье хмыкнуло. На это я ничего не стал отвечать. Бесполезно было втолковать Левину, что нет никаких бездн, где нашлось бы место счастья, что в этом, наверное, и состоит вся тайна выживания рода человеческого. Левин протянул мне свою большую костлявую ладонь. Я хотел было спросить его, во что все это мне обойдется, но промолчал. Иной раз так легко одним лишним вопросом все разрушить. Левина прислал хирш, и этого достаточно. Я встал, провожая адвоката взглядом. Его уверение, что у нас все получится, не успели меня убедить. Слишком большой у меня опыт по этой части, слишком часто я обманывался, и все-таки я чувствовал, как в глубине души нарастает волнение, которое теперь уже не унять. Не только мысль, что Роберт Хирш в Нью-Йорке, что он вообще жив, не давала мне покоя, но и нечто большее, нечто, чему я еще несколько минут назад сопротивлялся изо всех сил, что гнала тебя со всею гордынь отчаяния. Это была надежда, надежда вопреки всему, ловкая, бесшумная. Она только что впрыгнула в мою жизнь и снова была здесь, вздорная, неоправданная, неистовая надежда, без имени, почти без цели, разве что с привкусом некой туманной свободы. Но свобода для чего? Куда? Зачем? Я не знал. Надежда без всякого содержания, тем не менее, все, что я про себя именовал своим, и я, она без малейшего моего участия уже подняла, а увысь, в порыве столь примитивной жажды жизни, что мне казалось, порыв этот не имеет со мной почти ничего общего. Куда подевалось мое смирение, моя недоверчивость, мое напускное, натужное с таким трудом удерживаю на лице чувство собственного превосходства. Я понятия не имел, где это все теперь. Я обернулся и увидел перед собой женщину, ту самую, что недавно плакала. Теперь она держала за руку рыжего синишку, который уплетал банан. «Кто вас обидел?» – спросил я. «Они не хотят пускать моего ребенка», – прошептала она. «Почему?» – «Они говорят». Она замялась. «Он отстал, но он поправился за территорией лана с горячностью. После всего, что он перенес, он не идиот, просто отстал в развитии. Он обязательно поправится, просто надо подождать. Он не душевно больной, но они там мне не верят. Врач среди них есть? Не знаю. Попробуйте врача, специалиста, он поможет. Как я могу требовать врача, да еще и специалиста, когда у меня нет денег?» – пробормотала женщина. «Просто подайте заявление. Здесь это можно». Мачуган тем временем деловито лепестками внутрь сложил кожуру от съеденного банана и сунул ее в карман. «Хм, он такой аккуратный», – прошептала мать. «Вы только посмотрите, какой он аккуратный. Разве он похож на сумасшедшего?» Я посмотрел на мальчика. Казалось, он не слышал слов матери. Отвесив нижнюю губу, он чесал макушку. Солнце тепло искрилось у него в волосах и отражалось от зрачков, словно от стекла. «Почему его не впускают?» – бормотала мать. «Он и так несчастен других». «Что на это ответишь?» «А немногих впускают», – сказал я наконец. «Почти всех. Каждое утро кого-то отправляют на берег. Наберитесь терпения». Я презирал себя за то, что это говорил. Я чувствовал, как меня подмывает спрятаться от этих глаз, которые смотрели из глубин своей беды в ожидании спасительного совета. Не было у меня такого совета. Я смущенно пошарил в кармане, достал немного мелочи и сунул безучастного ребенка прямо в ладошку. «На вот, купи себе что-нибудь». Это сработало старое эмигрантское суеверие, привычка подкупать судьбу такой вот наивной уловкой. Я тут же устудился своего жеста. «Грошовая человечность в уплату за свободу», – подумал я. «Что дальше? Может, вместе с надеждой уже заявился ее продажный брат Близнец Страх и ее еще более паскудная дочка Трусость?» Мне плохо спалось этой ночью. Я подолгу слонялся возле окон, за которыми, подрагивая, полыхало северное сияние Нью-Йорка и думал о своей порушенной жизни. Под утро с каким-то стариком случился приступ. Я видел тени, тревожно метавшиеся вокруг его постели. Кто-то шепотом спрашивал «Нитроглицерин». Видно, свои таблетки старик потерял. Ему нельзя заболевать, что шоковались родственники, иначе все пропало. К утру он должен быть на ногах. Таблеток они так и не нашли, но меланхоличный турок с зелеными усами одолжил им свои. Утром старик за ихом пополам поплелся в дневной зал. Итак, дорогие мои, это была первая глава романа Эрих Мария Ремарка «Земля обетованная». Я рад, что мне именно сегодня попалась эта книга, как и многие книги, перекликающиеся сегодняшним днем, хотя написана очень давно. Ремарка «Невероятный талант сквозь время проносить судьбы людей, так похожие на сегодняшние». Всем огромное спасибо. Вы были на канале Skyward. С вами был я, Вадим, и это была первая глава романа Эрих Мария Ремарка «Земля обетованная». В ближайшее время вы сможете послушать и вторую и следующие главы этой книги, потому как я намерен ознакомить вас со всем этим романом. Итак, огромное спасибо и до новых встреч.